Третья, мировая, прекращение социальных выплат в Херсонской области. Все это очередные фейки, которые Россия начала активно распространять по своему зомбоящику. Зачем они Кремлю, выясняла Наталья Кравченко. Посмотрим. Пелендарная весна закончилась, а весеннее обострения нет. Такое впечатление, что пациентам стало еще хуже. Вот смотрите, как только Пентагон обнародовал список вооружения, входящего в новый пакет военной помощи Украине, в Москве объявили Третью мировую войну и заявили о демилитаризации всего НАТО. Приступ случился в эфире у Скобеевой. Спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Ее коллега Соловьев пошел еще дальше и то тыкая, то выкая пригрозил лично американскому президенту Джо Байдену ядерной дубилкой. А мы не собираемся бахать по Украине тактическим оружием, если дела пойдут... Ядерным тактическим оружием. Ядерным тактическим оружием, да. Спасибо, Вякович. Если же мы жахнем, Джо, то стратегическим. И не по Украине. И не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя-то не успокаивай. Извините, вы, вы. Массовое запугивание – это классический метод пропаганды. Такой бесхитростный и прямой, как бустволка. Но вот мне интересно, а как заговорят все эти люди с российских федеральных каналов, когда кормящий их режим рухнет? Ой, мы не знали. Ой, нас обманывали. А вдруг вообще признаются, что их держали в заложниках? В общем, если вас там пытают, то вы хоть моргните. Еще один классический бородатый прием пропаганды – тотальная ложь. За последние два дня Роспроб ее активно использовал, распространяя через все свои медиаресурсы информацию о том, что Украина якобы начала подготовку к экономическому отключению Херсонской области и что скоро все соцвыплаты бюджетникам и пенсионерам будут прекращены. Этот фейк опровергла и Минсоцполитики Украины, и облсовет, и обладминистрация. Единственная причина задержки зачисления средств на счета херсонцев связана исключительно с деятельностью оккупационной власти и объявленной ими блокадой. Херсон и часть области под оккупацией российской армии уже три месяца. И здесь давайте просто вспомним мартовские обещания Верховного главнокомандующего России. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. То, что Путину верить в себя дороже, аксиома не требующая доказательства. И сегодня, кроме того, что Россия продолжает полномасштабную войну, Кремль грозит оккупированные украинские земли просто украсть через липовые референдумы о присоединении к Федерации. В том же Херсоне этот шабаш был назначен сначала на 27 апреля, потом на 11 мая. Теперь непонятно, на когда он назначен. А пока что там идет все не по плану. И вот я предлагаю вам просто посмотреть на карты географические. Их на своей странице в Фейсбуке сделал и разместил украинец Алексей Пукач. Он вычислил площадь оккупированной части Украины, проведя на Google Maps линию фронта. Потом эти тысячи километров переложил на карты европейских государств, чтобы европейцам понятнее стали российские аппетиты. Итак, смотрим. Сегодня захваченные территории Украины равны по размерам. Половине Германии, половине Италии. Или Швейцарии и Австрии вместе взятым. Этот пост украинец написал прежде всего для европейцев и попросил просто держать эти карты в памяти, когда придется слушать заявления европейских политиков. А уже в комментариях пользователи попросили еще помнить и о том, что это не просто кусок земли. Там живут люди, которые полжизни работали, строили, покупали свои дома. А теперь они в заложниках у российских оккупантов. Наталья Кравченко, Украина-24, проект Freedom, телеканал UA. Субтитры создавал DimaTorzok